Внимание! Астрологи объявили год иллюзии выборов в России. Количество часов показа Путина в телевизоре удвоено, как минимум. А сотрудники федеральных каналов теперь без стеснения раскрывают свою тактику критики президента в столь суровые времена. Предлагается по меткому выражению Антона Валерьевича засунуть язык себе в жопу. А язык в жопу себе засовывают? Тоже засунет язычок себе в жопу. Эти люди найдут выход из любой ситуации. Путин только сейчас объявил, что идет на выборы президента. Мы, правда, уже пару месяцев назад рассказывали, как он вовсю ведет избирательную кампанию, изображает заботу о детях, бюджетниках, спасает сам каждого человека. Ну и отправляет сотни тысяч военнообязанных убивать и быть убитыми. Кто-то из вас сгинет, но эту жертву я готов принять. Ну вот теперь все официально. Будет изображаться тотальная поддержка от народа, соблюдение демократических процедур, триумф воли. Триумф воли получил государственную премию по кинематографии. Об этом объявил министр Геббельс. Да не этот, хотя похоже, триумф воли изъявления будет. И все это очень важно, потому что, как говорится, видимость закона должна быть соблюдена, особенно когда он нарушается. Правда, официальная кампания началась довольно забавно. У Андрея Малахова в дни выдвижения Путина решили показать каких-нибудь искренних людей, которые не за зарплату и не по работе, а чисто по зову воли, той самой, поддерживают Путина. И не смогли найти никого, кроме поехавших бабок из отрядов Путина. Впервые на телевидении знаменитые отряды Путина. Мы, отряды Путина, уже давно подозреваем, что вместо Джо Байдена, а биоробот. Кажется, останкинские начальники немножко не так поняли своих кураторов из Кремля, когда те говорили, скоро выборы, срочно требуются бабки. Мы спасем Северную Америку от фашизма. Да, да, да! Может быть, телевизионные боссы подумали, раз президент дед, то и нужны самые настоящие бабки. Ладно, тут оговорюсь, я не угораю над возрастом людей и вообще против айджизма. Над пожилыми людьми здесь скорее угорают организаторы проекта отряды Путина. Это такое маргинальное творчество персонажей, которые буквально за еду дают бабушкам, дедушкам в руки плакаты, флаги, заставляют их заучивать идиотские тексты, заниматься всяким дрожаком, который записывают на видео и потом распространяет в социальных сетях. Мы отряды Путина обращаемся к тебе, Илон Маск. Мы слышали, что там у тебя что-то не получается в Америке. У нас прекрасная космическая отрасль, очень развита. Забирай все свои документы. Забирай все свое богатство, что ты там нажил, иначе у тебя его отберут. И приезжай к нам в Россию. У нас любовь, уважение. Россия ждет тебя, Илон Маск. То, что мы видим, как проходят выборы в Америке, это вакханалия и нарушение всех человеческих прав. Дуров, уймись, иначе мы придем к тебе. Не буду тебе плохо. Предатель, предатель. Дуров, предатель. Дуров, предатель, предатель, гореть, 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 гореть. В общем, плохо, когда так поступают с пенсионерами. Осуждаю организаторов отрядов Путина, которые сами прячутся за кадром, но зарабатывают на пожилых людях, запиливая с ними всякий адский контент. Но суть в том, что теперь вот эти бабули из отрядов Путина, что раньше было уделом только интернета и этих интернет-творцов, теперь такое поведение нормализовалось в общественных институциях. Раньше отряды Путина — это маргинальный прикол из интернета. Теперь, как отряды Путина, себя ведут главные телеведущие страны, худруки театров, боссы от науки, политологи и певцы, которых всех-всех-всех показывают в телевизоре. Россия, как она изображается на федеральных каналах, сама превратилась в параноидальную кальку с креативчика отрядов Путина. Давайте посмотрим свежее видео от отрядов Путина. Мы, отряды Путина, здесь на выставке ВДНХ передаем горячий привет всем Владимиру Владимировичу Путину, всем россиянам Андрею! Ура! Да и сам Путин уже практически выступает с такими речами, будто он одна из этих самых краснодарских бабушек, кому 500 рублей приплатили за заучивание этого кретинского текста, над которым потом поржут в интернете. Но мы не воюем, у нас не война идет, у нас идет освобождение народа. Байден, ну ты уже забыл, с какой ты женой живешь, то ты падаешь на самолете, то ты уже у тебя ума нету. Но только телевизионные обслуги не смешно. Она изображает гордость, слушая дедпутинскую кринжатину, ну и получает за это денежки профессионалы все-таки. И не надо ничего кричать, надо просто не доверять Западу, не доверять вот этим противникам, которых мы сегодня считаем. Значит, доверять друзьям и нам доверяйте. Чтобы не происхило вокруг, в словах вождя говорящие головы находят только величие. Помните, Владимир Семенович, о вечном огне, видим вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящие сердца солдата. Так вот, был горящий Смоленск, но потом был Рейхстаг. Надежду на светлое завтра. Путин — это про будущее. Будущее — это про Путина. Можно это посмаковать. Очень красиво звучит про состарившегося диктатора, который вцепился во власть, и 24 года все никак не уйдет в прошлое. А он все равно про будущее. Вот сегодня мы видим Путина в зените. Вот с этим огромным опытом от чего-то он отказался. А западничество своего, например, которое было еще в нулевых годах. Про фундамент Путина в зените он сказал сам. Вера в русский народ. Меня зовут Илья Шиперин. И вот наша программа — это про будущее. По-настоящему. Где-то про 20 минут вашего ближайшего будущего. Ставьте лайки, чтобы поделиться этим будущим и помочь герою нашего выпуска стать прошлым. Владимир Путин после своего официального выдвижения не стал терять, подсуетился и выступил на прямой линии с народным номером. Извините. Кондиционеры шуруют. И это тот случай, когда комментарии телемеханоидов звучат даже интереснее, чем давно ожидаемые и много раз слышанные ответы вождя. Даже либерал для битья в эфирах Максим Юсин на фоне деда кажется молодым эрудитом. А язык в жопу себе засовывают. В отличие от Путина, у пропагандистов тем для обсуждения набралась целая кучка. Например, мода на бункеры среди политиков. Вот мы вчера посетили так называемый бункер по правительству. Оказывается, свой бункер есть не только у Путина, но и у правительства. Каждому бункерному деду по бункерному правительству осталось запереть в подземелье всю Россию, и можно будет окончательно забить на суровую реальность вокруг. Хотя, постойте-ка, в Останкино что-то такое не первый год строят уже. Глядишь в Россию из телебункера – и диву даешься. А прямая линия – совершенно честное и открытое мероприятие. Любой может задать любой вопрос. И гарант Конституции откровенно и прямо на него ответит. Если ответ вас разочаровал – пеняйте на себя. Если вам не нравятся мои ответы, то вы тогда не задавайте вопросов. К счастью для Путина, у него под рукой есть прикормленная команда мастеров спорта по восхищению. Всего у нас с вами уже шесть наград, и это, конечно, рекорд. Они могут петь дифирамбо 24 на 7, а то и больше. И не стесняются повторяться. Сейчас в мире по умению общаться с аудиторией равных нет. Путин настолько искусственный оратор, а в России настолько нет цензуры, что вопросы Путину могут задать даже иностранные журналисты. Я видел вот «Нью-Йорк Таймс». Дайте, пожалуйста. Нет, давайте мы сначала дадим синхуа. Учитывая, что большая часть просто уехала из России после начала войны, для пропаганды теперь любой иностранный журналист, на путинской пересухе, это событие, которое нельзя оставить без внимания. Откровенно радоваться заморским гостям, правда, тоже нельзя. Приходится выкручиваться. Корреспондентка «Нью-Йорк Таймс» нарядилась в костюм Зеленского, в том смысле, что пришла в милитаре. Все-таки пессимисты они там. Все время подозревают худшее. А может быть, журналистка включила российский VPN и по ночам тайно впечатлялась стилем маэстро Соловьева. Там, где Россия, там жизнь. Там любовь. Там забота. Там уважение. Или, может быть, это сам Соловьев госит под Зеленского. Впрочем, кем бы на самом деле не вдохновлялись западные журналисты и какое бы коварство не замышляли, ничего у них не выйдет. Ведь в России с каждым годом жизнь становится все лучше и лучше. С 1 января увеличится мрот сразу на 18%. Такого тоже никогда не было, рассказал Путин. То есть Россия накопила достаточный запас прочности. Почти 20 тысяч рублей. Видали? Остался только вопрос по самим россиянам и их прочности. И тут впервые в истории телеканал «Россия-1» обратился к этим самым россиянам с действительно важным и щекотливым вопросом. Как у вас с яйцами? Все в порядке? Не все. Для начала на НТВ предположили, что в суверенной России яйца остались только исламские. Вчера женщина очень хорошо сказала в пятерочке. Какая женщина? В пятерочке. В пятерочке. В пятерочке. Покупательницы очень хорошо сказали. У нас все хорошо. Вот только вот это самое. Да что дожили? Мусульманские яйца теперь кушать будем. Такой беспредел с яйцами дед не заметить просто не мог. Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства. Спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке. А вот у граждан наших как-то есть проблемы. В общем, считай, сбылся старый политический прогноз царика-кругляка. У нас есть поговорочка такая грубоватая про бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки, мужчина-мужина, она была бы дедушка, а не бабушка. Да уж, неловко вышло. Вот так строишь 20 лет этот, как его? Монополярный мир. Не привлекая, как говорится, внимания санитаров. С НАТО и воюешь. Все дела идут раз, и яйца подорожали. Даже Владимир Рудольфович Соловьев недоволен. Честно говоря, я понимаю, что тема, конечно, народная, но просто печально, когда это выходит на такой уровень. Народ же должен в окопы бежать. Ну, на крайний случай, с утра до ночи плести маскировочные сети. А он, народец этот, подлец, о ценах на яйца думает. Эх, не повезло с людьми великому Путину, зато повезло с друзьями. Она пообещала нам яйца. Ну да. Батька пришлет яиц. А мы ей поставляем газ и готовы, кстати, расширять поставки и поставлять через Турцию в Европу. И делаем это в направлении той же Венгрии, Сербии, Болгарии. Они нам яйца, а мы МС-400. Ну, как-то не очень выглядят. Впрочем, друзья тоже, надо сказать, так себе. Меркантильные. Один Путин стоит в белом пальто и красивый. Да и не просто красивый. Это же не просто президент. Это же действительно подлинный национальный лидер. С ним можно соглашаться, с ним можно не соглашаться. Его можно критиковать, но он национальный лидер. Чистая правда. Путина можно открыто критиковать прямо за столом, сидя рядом с ним. И это потом покажут по телевизору. Ну-ка, приготовьтесь. Такой пощечины Путяра давненько не получал. Я бы выбрал того, кто вас выпустил без шапки. Просто вы... 15 градусов, я извиняюсь, здоровье вам командующего в условиях войны, это здоровье нации. Ух! Смелое и сильное заявление. Это, кстати, Зюганов припомнил президенту поездку в Северодвинск, где Путин демонстрировал чудеса выдержки. Сегодня, как назло, минус 15, которые в сумме с ветром и влажностью на берегу моря ощущаются как минус 20 с лишним. Встречающие главком ВМФ Евменов и вице-премьер Мантуров по этому поводу утеплились. А вот президент, он только что из Москвы, в пальто и без шапки. Путин решил поднять флаги на двух новых подлодках и рассказать всем еще раз про свое любимое. Они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как по надводным целям, так и по береговым объектам. Теперь, ну когда у нас нет цензуры и все можно, Владимир Васильевич гоняет к морякам без страха. А оказалось, 20 лет назад национальному лидеру неплохо так отбили охоту к таким поездкам в Ведяево после потопления Курска. Ну а нынче не соглашаться и критиковать лучше дома, на кухне. А еще лучше молча пристроив свой язык таким образом, о котором в деталях вам расскажут на канале НТВ. Засунуть язык себе в жопу. Ведь критика и недовольство – это не вашего ума дела. Новый, ну в смысле пятисроковый или шестисроковый, это смотря как считать, Путин лично отвечает за все. Сегодня мы увидели человека, который действительно олицетворяет собой главу государства. И это не, прежде всего, права, а это обязанность. Это ответственность. Ответственность перед собой, перед народом. Интересно, в чем заключается эта ответственность? Может он готов уйти в отставку? Или, например, способен рискнуть и ответить за провальную политику на выборах, на которых россияне проголосуют за кого-то другого? Нет, не то. Власть понимает проблемы, чувствует, чувствует свою ответственность. Недаром президент извинился. Простите, пацаны. Свершилось почти четверть века безукоризненного восседания на троне. Ноль ошибок, ноль просчетов, никакой войны. Мне не о чем сожалеет. Но мы все люди. И Путин Васильевич переступил через свою гордость и признал, собственно, несовершенство. И понес суровую ответственность перед избирателями. Сожалею, приношу свои извинения на этот счет. Да ладно, Владимир Васильевич, не стоит так убиваться. Ничего страшного. Еще и не такое вынести сумеем. Русского человека можно только вот ватными объятиями погубить. И вот чего-чего, а ватных объятий у них достаточно. Объяли уже всю страну. Только вот жаль, в ответственный момент подвели яйца. Вы только что просмотрели программу «Замбоящик», которую для вас провел я, Илья Шепелин. А кто помог провести нам эту программу? Ну, конечно же, это режиссер монтажа, оператор и все такое прочее, наша команда мониторинга. Но не будем забывать и о тех людях, чьи имена сейчас появились у вас на экране. Это замечательные люди. Люди, которые стали нашими спонсорами на сервисе Patreon. То есть патронами получается. Но это такие патроны, которые только помогают в созидании. Спасибо вам, друзья, за то, что вы платите нам деньги и позволяете нашей программе выходить бесперебойно каждую неделю. Мы и на праздниках, я думаю, выйдем. Все будет в порядке. С вами увидимся на следующей неделе. Подведем какие-то итоги года в области телевидения, зомбирования, всяческих фейков. Ну, а если у вас, кто не является нашим спонсором, но очень хочет помочь, во-первых, нажмите на лайк, если вы это до сих пор не сделали. Ну, и в конце концов, проверьте ваши технические финансовые возможности. Если у вас есть такое желание, пожалуйста, тоже становитесь нашим патроном. За это мы включаем зрителей в специальный чат, где можно со мной пообщаться, задать какие-то вопросы, предложить темы. Ну, и в конце концов, иногда мы там проводим встречи. Наверное, в январе как раз одна такая произойдет для патронов. Встретимся в видеочате, и я вам что-то расскажу. И вы поделитесь своими соображениями, наблюдениями, зададите вопросы. Друзья, до скорого, пока!